По поводу Навального, что там будет и к чему это все привело. К сожалению, ну не к сожалению, оно просто так есть, да. Все, что я говорил про эти протесты, как они пройдут и чем закончатся, сбылось с точностью до единицы, просто до миллиграммов. Единственная разница, я все-таки думал, что это растянется на какое-то время, там до конца года будут эти акции постепенно, там затухая, перепись населения активного проведена. Но власти путинские, российские решили управиться до весны, как я понимаю, чтобы не иметь проблем уже в теплое время года. Они решили переписать всех сейчас. Вот это им похоже, что удалось. Люди, я вижу просто по своей остаткам русской ленты там запуганы. У кого-то дети сидят, у кого-то что-то. Значит, Навальный вроде как в тюрьме, страдает за свой народ, ну типа за народ, да. Вот, а Путин в это время охранка переписывает всех активных, да. Ну, как я говорил уже давно о роли Папа Гапона Навального, я уверен, что она станет когда-то очевидной для всех. Потому что никаких поводов для революции в России сейчас нет. Вот на, как бы, продвигании повестки, что у Путина, там, дорогой дворец революции не сделаешь. Собственно, у него вся страна в собственности находится. Это как сообщать людям о, там, ужасной Чикатило, посмотреть, что это за ужасный тип, у него золотые запонки, да. Ну, примерно так же выглядит история про этот дворец. Да, посмотрели там 100 миллионов и сколько на улицу вышло считанные тысячи людей, как я и предполагал. Ну, и тех переписали. А тех сейчас попересажаются, работу повыгоняют. Кого-то из страны выгоняет, к счастью, если так случится. А кто-то поедет в другую сторону, от западной границы. Вот, и все это было замечательно предсказуемо. Кричали, там, тапки вслед летели. Кричали, что, может, добавив там кликуша, такой секой, там, провокатор. Ну, я просто правду говорю, провокатор это тот, кто вот так подставляет людей. Ни под что и ни за что. Поэтому дальше смотрите, как происходит. Уже прошли эти акции. Теперь акции с фонариками стоять около, в подъездах во дворах, там, где собака выгуливает, видимо. Это вообще уже, как бы, ни в какие ворота не лезет. Это даже уже и не смешно. Это смешнее даже, чем с ершиками. Потому что с ершиками они хоть куда-то в центр выходили. А здесь можно, в принципе, в следующий этап, это дома свечку зажечь. Наверное, вот так. Вот, а еще следующий этап, это, наверное, вот на улицах можно еще массово другу подмигивать. Вот так раз, подмигнул, и все, и значит, все, миг остался Путину во власти. Вот, и друг друга можно будет так распознавать. А если полицай увидишь, ты подмигиваешь, и вдруг это полицай или сотрудник ФСБ будет, то можно будет сказать, что у тебя нервный тик просто, да? Вот, такой, ну, случайно оказался. Вот, я думаю, что все до этого дойдет. Потому что даже это быстрее всего сошло на нет, чем в Беларуси. То есть, методы, в принципе, те же. Руководство протестами такое же. Конечно, то, как этот фонд борьбы с коррупцией, так называемый, разговаривает со своими. То есть, тише, не сопротивляться, ничего не надо, надо все спокойненько. Сейчас во дворы пойдем, потом в мусорных баков соберемся, потом на дачу поедем. Вот тепло будет, поедут на дачу. Я думаю, что на дачах очень удобно противостоять. Там можно протестовать, там можно не только фонари. Там можно костры разжигать, представляете? Вот прям разжег костер за Навального, и все. Вот камин топить за Навального можно, да? Топить за Навального камин можно, вот так, да? То есть, все это совершенно неправильно вы пишете. Вот я сейчас вижу комментарии Женя Басон. Критикуй Навальный на настоящий момент, вы солидаризуете с Кремлем. Понимаете, Навальный сам солидаризуется с Кремлем, когда говорит о необратимости аннексии Крыма, и так далее, и так далее. Он для меня тот же самый Кремль, вот чтобы вы просто меня понимали. Да, он не альтернатива Кремлю. Он, возможно, альтернатива гипотетическая когда-то, там, при каких обстоятельствах, какому-нибудь наследнику Путина, да? Даже не ему самому, вот, но альтернативой Кремлю он совершенно для меня не является, поэтому я, чтобы вы понимали мою логику. Это продолжатель всех имперских замашек Путина. И сейчас я расскажу, как я вижу его роль и дальше. Я считаю, что, ну, просто смотрите, я не поверил в эту историю с самого начала, когда улыбающийся муж с женой садятся в самолет и с улыбкой летят садиться в тюрьму, да? Ну, не летят садиться в тюрьму с улыбкой. Я вот не видел людей, которые летят садиться в тюрьму с улыбкой. Вот, у меня есть подозрение, что есть некие оговоренные вещи, которых мы просто сейчас не знаем. Если я не прав, значит, я не прав. Вот, ощущения у меня такие. Вот, ощущения такие, что через какое-то время, когда оппозиция вся будет почищена, ну, даже не оппозиция, а просто активные люди будут зачищены, переписаны, их судьбы будут переломаны, частью едет в тюрьму, режим будет все жестче и жестче, и сроки все больше, и сидеть будет все дальше. Через какое-то время, под давлением международной какой-нибудь общественности, ради очередной какой-нибудь перезагрузки или уступки, или смягчения санкций, Кремль все-таки его, допустим, отпустит, он уедет благополучно к супруге в Германию, дочка уже за границей, все будут нормально жить, в общем, как у Ходорковского Михаила Борисовича, и обеспечение будет нормально, может, не такой хорошее, как у Михаила Борисовича, но будет. Вот, и дальше он будет в эмиграции таким политиком потенциальным, который, ну, будет ждать, может быть, своего дальнейшего шанса, еще раз говорю, не против Путина, а против того, кто, возможно, будет после Путина, там, чтобы как-то сманипулировать этой историей. Вот, но я не верю в его реальную альтернативу Путина совсем, да, Путину. Я думаю, что имеет место какой-нибудь договорняк, который, условно, там, финансово-политический контракт, который позволяет настолько уверенно ему себя чувствовать, он, видимо, знает, что его вытащат из тюрьмы или постараются все для этого сделать, чтобы потом жить нормально за границей. Потому что он, наверное, лучше других понимает, что в России жить нельзя, вот, и поэтому и дети его там не учатся, и, как бы, сам он, в общем, и жена в Германию уехала. Все понятно, жить надо там, и он будет жить там. А вот где будут жить его, которые за него вы вышли на улицы, у меня вот тут больше опасений, и также у меня есть большие сомнения, что за этих людей кто-нибудь будет вписываться на Западе, и кто-нибудь будет бороться за их освобождение. Я, насколько я помню, сам Навальный не боролся никогда, не предлагал особых усилий, не встречался даже с родителями, захваченные на Болотной площади и так далее. Вот, поэтому я не верю в искренности этого человека, никогда не верил. Он мизантроп, очень самовлюбленный, нарциссичный тип. Ну, вот, я такие лидерами оппозиции не становлюсь. Это не Нельсон, не Нельсон Манделла, это не Мартин Лютер Кинг, это другой тип личности совершенно. Ну, и для полноты картины, я не домотивирую, вот пишут из России, видим, я не домотивирую, я просто призываю смотреть дальше. И не попадаться на, и не садиться ни за что, да, а быть готовым к другим событиям, понимаете? Вот, надо быть готовым к настоящим событиям, не давать попам-гапонам и их охранке сбривать вот эту часть общества сенокосилкой, газонокосилкой, да, в тот момент, когда она ничего изменить не может. Этот асфальт сейчас не пробьется, нет условий объективных. Поэтому я только добра желаю россиянам, потому что если можете, уезжайте, если не можете, то берегите силы, потому что, ну, нет смысла просто об этот камень биться. Вас никто не поддержит, никто не спасет. Навальный в итоге уедет за границу, его выручат, спасут и так далее. Вас нет, вы никому не будете интересны, простые люди. Вот, дальше будет тот тип ГУЛАГа и тот срок ГУЛАГа, который позволит Запад Путину уже, но бороться с этим рейхом можно только снаружи, вот, а не изнутри. И чистоту этих историй, ну, простите меня, и романтики, я просто хочу, чтобы вы были живы и были готовы к настоящим событиям, повторю, а не к фейковым. Потому что сейчас никакой революции не может быть в принципе. Вот, ну, история, конечно, она имеет такую свою иронию жестокую, действительно, про лагерь Сахарова, там, деревня Сахарова, да, это удивительно созвучно с фамилией Андрея Дмитриевича, моего кумира, в юности до сих пор апеллируют некоторые русские либералы, но которые, на самом деле, его полностью предали, или предали, вот, и, конечно, Навальный, это далеко не тот человек, и за которого был Андрей Дмитриевич, я ни 100% не сомневаюсь, конечно, он боролся, договорил, что его надо освободить, как, наверное, любой человек, и мне он тоже в тюрьме, в общем, пофигу. Ну, хотя нет, кримнашист, в принципе, по любому поводу должен садиться в тюрьму просто так, заходить и садиться. Как только считаешь, Крым не бутерброд, сразу сел, неважно, где, когда, куда, сел, в лужу, там, в камеру, мне все равно. То есть, для меня это абсолютное зло и аморальство, да, вот, аморальность. Но я про то, что вот эта ирония судьбы, что именно в Сахарово расположен фильтрационный лагерь для мигрантов, которым призывал Навальный в 13-м году, когда баллотировался на выборах мэра, и когда Единая Россия собирала ему голоса, подписи, и он их взял, потому что все средства хороши в его идеологии, да. Ну, в итоге ничего он не получил на этих выборах, но, как бы, память осталась, осадочек остался, и вот эти лагеря, наконец, построены, и теперь сторонники Навального идут с автозаками, едут туда, сидят в этом фильтрационном лагере для мигрантов. Вот мигрантов, видимо, уже и не стало в таком количестве, что сажать-то некого, иначе некому будет улицы подметать, все-таки экономика не лучше стала с 14-го года или с 13-го даже. А вот места зато есть для сторонников Навального или, скорее, для протестующих, может, не все из них сторонники Навального. Ну, вот, поддерживали вождя, который мечтал избавить Москву от приезжих из Средней Азии, из Центральной Азии, которые ничем не мешали, только чистым этот город делали мирные, малопьющие или протестующие пьющие люди, вот, поэтому он просто на голову мести разжигла ксенофобию, которая потом была просто перенаправлена на украинцев, на грузин, на украинцев. Вот, в принципе, объект тут не имеет значения, имеет значение навык, ведь натаскивают, там, охотничьих собак на, там, кого-то, а потом они всех подряд уже считают врагами и вгрызаются. Неважно конкретно, на кого натаскивают, вот такая вот история.